Это новости на канале Хабар 24. Мы работаем в прямом субботнем эфире. Меня зовут Лаура Жакупова. День добрый. Выпуск начнем с событий за рубежа. Авиация сирийских правительственных сил вновь нанесла удары по району Восточная Гута. Он находится под контролем повстанцев. Погибли не менее 59 мирных жителей, в том числе 15 детей. Свыше 130 получили ранения. Об этом сообщили в сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Но за последние 4 дня число жертв авиаударов в Сирии уже приблизилось к 200. Ранее ООН на фоне усиления бомбардировок призвала стороны конфликта в Сирии к немедленному прекращению огня. Международные организации заявили, что для того, чтобы доставить в зону конфликта гуманитарную помощь и вывезти оттуда тяжелораненых, потребуется не менее месяца. Более 10 человек погибли. Около полусотни получили различные ранения в результате двойного взрыва в ливийском городе Бенгази. Террористы атаковали мечети Абу-Хураира и Бу-Гадима. В Абу-Хураира была подорвана сумка со взрывчаткой. Здесь погибли 8 человек. У мечети Бу-Гадима взорвалась заминированная машина. Это нападение, по разным данным, унесло жизни от троих до четверых человек. Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за теракты, правоохранительные органы приступили к расследованию случившегося. Британская полиция в ходе рейда в графстве Корнуэлл обнаружила 200 человек, находившихся в рабстве. Все они работали на цветочной ферме. Вот выяснилось позже, ими оказались нелегальные мигранты, прибывшие в Великобританию из Литвы, Румынии и Болгарии. Большая часть из них мужчины. Всех отвезли в специальный центр. Там им будет предоставлена бесплатная юридическая консультация, а также медицинская и финансовая поддержка. По этому делу сотрудники правопорядка уже арестовали троих подозреваемых. Выйти на злоумышленников полиции удалось благодаря усилиям британского сообщества по противодействию современному рабству. Мы взяли с собой переводчиков, сотрудников Красного Креста. В общем, всех, кто может понадобиться для оказания помощи мигрантам. Мы следим, чтобы каждый из них получил необходимую поддержку и помощь. Государственные органы, призванные бороться с коррупцией, сами коррумпированы, поэтому не в состоянии вести эффективную работу. Такое заявление сделал президент Кыргызской республики Сорунбай Джейнбеков в ходе заседания Совета безопасности. Вместе с этим глава государства раскритиковал работу не только силовиков, но и других чиновников, которые злоупотребляют служебным положением, причем зачастую безнаказанно. Свой первый в качестве президента Совета безопасности Сорунбай Джейнбеков полностью посвятил борьбе с коррупцией. Понять президента можно. Кыргызстан уже не первый год пытается сделать работу всех государственных служб прозрачной. Но эти попытки приносят плоды не так быстро, как того хочется властям. И, как говорит Сорунбай Джейнбеков, в том числе из-за того, что в самой власти пока еще есть чиновники, которым невыгодно выходить из тени. Причем речь не только о силовых структурах, но и других ведомствах, сотрудники которых используют свое положение в корыстных целях. Оперативные сотрудники днем и ночью ловят преступников. Но буквально через несколько дней тех, кого они поймали, выпускают на свободу прокуратура и суды. И вся проделанная работа уже никому не нужна. Как после этого мы можем просить оперативников выполнять свою работу честно на благо государства? После этого сами сотрудники низовых звеньев начинают злоупотреблять своим служебным положением. Как тревожный фактор президент назвал информацию о том, что организованная преступность в стране стала капитализироваться. Проще говоря, в руках криминальных группировок стали скапливаться большие финансовые средства. Очевидно, что эти деньги будут использованы вовсе не на благо страны, а в преступных целях. И как заявил президент Сурубан Джейбеков, собрать такие деньги преступное сообщество не смогло бы без помощи высокопоставленных чиновников в силовых структурах, прокуратуре и судах. По словам спикера парламента Дастана Джумабекова, коррупция в этой сфере опасна тем, что угрозу несет как преступный сговор, так и обычное бездействие чиновников. Я хотел бы обратиться к правоохранительным структурам. Если у вас есть какие-то предложения по изменению законодательной базы для борьбы с коррупцией, парламент всегда готов пойти вам навстречу. Мы все заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить наше население. Но пока вам не будут доверять обычные люди, бороться с коррупцией будет очень сложно. Надо вернуть доверие населения к правоохранительным органам. Отдельного внимания были удостойны сотрудники прокуратуры. Как было заявлено на Совете безопасности, в правительство постоянно поступают жалобы на необоснованные проверки предпринимателей. Между тем, из общего числа проведенных инспекций обвинительные приговоры были вынесены только в 2% случаев. Надзирать за подобными нарушениями должна прокуратура, чтобы исключить дублирование проверяющих функций контролирующих органов. В международном рейтинге Transparency International, который оценивает уровень коррумпированности государств, Кыргызстан уже который год не может улучшить свои позиции. Сейчас республика занимает 136 место из 176 стран. Президент Сурмбан Джейбеков только пришел на свой пост. Таким образом, удастся ли ему улучшить антикоррупционный рейтинг, станет известно только спустя определенное время. Бакыч Рымашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Сегодняшний день на Олимпийских играх в Южной Корее будет насыщенным на спортивные состязания. В борьбу за медали вступят лыжники, шорт-трекисты, биатлонисты и другие спортсмены. Итак, в 13 часов 15 минут по времени Астаны дан будет старт в женском скеатлоне. Казахстан представят Анна Шевченко, Елена Коломина и Валерия Тюленева. В 13.30 в прямом эфире телеканал Хабар покажет хоккейный матч группы «Б» среди женщин Швеция и Япония. В 16 часов начнутся соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров, где на лед выйдут Нурберген Джумагазиев, Абзал Ашгалиев, Денис Никиша, Иркибулан Шамуханов, Мирсаид Жаксыбаев. Спустя 10 минут в бобс-лейном центре «Альпенсия» выступит Никита Копыренко в дисциплине «Санный спорт». В 17.15 в биатлоне на дистанции «Спринт» будут участвовать Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко и Алина Райкова. Массовым забегом лыжников в Бурабайском районе Акмолинцы выразили свою поддержку олимпийцам. Я напомню, регион в Пхенчхане на 23-х зимних олимпийских играх представляют шестеро спортсменов. Их тренеры, родители, друзья и близкие уверены, что спортивный фестиваль, как пламенный привет из родины, приободрит ребят перед важными стартами. На этой лыжне в Щучинске собрались любители и профессионалы разного возраста. Супруга Евгения Величко тоже здесь. Говорит, такой масштаб мероприятия дает стимул и веру в победу. Для моего супруга это уже третья олимпиада по счету. И как первый раз я переживаю за него, очень волнуюсь. Желаю ему, конечно, всего самого хорошего, чтобы он добился самых лучших своих результатов. Для них очень важна эта поддержка. Они все это видят. Везде смотрят все видео, все статьи читают о том, что их поддерживают. Для них это очень важно, когда с родного края, с дома, их любят, их ждут с победами и с наградами. Настрой, конечно, у них был очень хороший. То есть к борьбе они уже были готовы. Почему? Потому что они приняли ряд крупных мероприятий, этапов Кубка мира. И имея такой уже опыт, то есть проверив всех своих будущих соперников, они определили свое место, будем говорить, в Олимпийских играх. Переживаем и ждем от них хороших результатов. Пишемся, созваниваемся. Значит, пришла смс-ка. Все хорошо. Ну, единственное, что столовая очень большая, говорят. Тренер Алины Райковой и Тимура Хамедгатина говорит, что ребята у него занимаются более 10 лет. Нынешние тренировочные сборы они провели в Алматы, где условия трассы соответствуют подготовке к состязаниям олимпийского уровня. Бурабайский район является родиной известного лыжника Владимира Смирнова. И его последователей здесь растет невероятное просто количество. Например, из 5 тысяч щучинских школьников, 2 тысячи увлечены зимними видами спорта. И еще 500 человек в районе занимаются спортом на постоянной основе. Ежегодно в Бурабайском районе проходит свыше 150 спортивных состязаний разного уровня и масштаба. Акмолинскую область на Олимпиаде представляют 6 зимников, 6 спортсменов. Это трое биатлонистов и четверо лыжников. Из них 5 – это наши, бурабайцы. Среди них не только олимпийцев представляет наш район, но еще у нас есть Денис Петренко. Он у нас параолимпийц, который будет представлять наш район, нашу область и наш Казахстан на параолимпийских зимних играх тоже в городе Пхенчхань, в Южной Корее. Я поддерживаю наших спортсменов, которые поехали в Корею на соревнования, желаю им победы и удачно пробежать. Хочу тоже добиться того же, чего и добиваются они. Искренняя поддержка земляков – вот чем запомнится этот забег бурабайцам. А эта теплота, несомненно, дойдет до сердец наших спортсменов в Корее. Вадина Смоголова, Анатолий Поляна, Евгений Шенкаренко, Акмолинская область, Хабар-24. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Мукоголи Макатаева, прошел в Центре культуры и искусств имени Кадыра Морзаали в Уральске. Поэту, ставшему яркой страницей казахской поэзии в середине 20 века, исполнилось бы 87. Прожив полную лишение короткую жизнь, поэт оставил глубочайшие по смыслу искренние и лирические произведения. Первый сборник стихов Макатаева вышел, когда поэту было 33 года, но при жизни не было изданной половины его произведений. Сегодня они вошли в золотой фон казахстанской поэзии, переложенные на музыку, много лет звучат нежными песнями. Частью его творческого наследия стали переводы Уитмена, Шекспира, Данты Олигьери, Пушкина, Блока. Строки Макагали Макатаева о смысле жизни, труде, назначении поэта, о родине и человеческих отношениях сегодня с любовью читают как старики, так и молодежь. Творчество поэта близко народу каждого казахстанца. Произведения Макагали покоряют своей искренностью, жизненностью. Он оставил нам свои мысли, созвучные и с нашим временем. Этим он особенно близок к народу. Впервые прочитал его в школьной программе, потом уже начал читать все его книги. Знаю многое наизусть. С Макагали Макатаевым работала в журнале «Жилдос». Когда его отправили учиться в Московский литературный институт, его место занимала я, заведующий отделом поэзии. Они меня учили поэзии. Они были наставниками. Они были очень интересными людьми, особенно Макагали Макатаевым. В память известного казахстанского поэта и писателя Макагали Макатаева почтили и в Атырау. Здесь прошел творческий вечер акынов и поэтов. Студенческой молодежи дали возможность ознакомиться с творческим миром одного из самых известных поэтов нашей страны и послушать его произведения. Стихи Макатаева можно узнать сразу, говорят поклонники его таланта. Их отличает особая любовь к родной земле и своему народу. Талант Макагали Макатаева уникален. Я искренне рада, что мы воспитываемся на его произведениях. Уверена, что и будущие поколения будут любить и ценить его творчество. В школе поселка Мойлды Павладарской области Ахсакалы и ученики начальных классов провели шахматный поединок. Участие в турнире приняли пенсионеры из санатория Мойлды. Он проходит в рамках программы «Рухани Жангару» и был посвящен 80-летию Павладарской области. Вот ровно год назад во всех школах региона здесь открыли шахматные классы. В Мойлдинской средней школе игрой увлечены 60 учеников. Их поделили на 6 групп. Все они участвуют в областных турнирах и всегда занимают лидирующие позиции на областных соревнованиях. Мне 8 лет. Игра в шахматы очень нравится. Когда играем, много думаем. Бывает, конечно, проигрываем. Но мы не обижаемся, ведь главное – участие. На этом турнире я хочу занять первое место. В школах специально внедрили уроки шахмат, потому что это развивает логику у детей. Мы поддерживаем этот проект. В годовщине открытия таких классов проводим своеобразно отчетный турнир. Школьники и отдыхающие санатория играют с бывшим азартом. 9 февраля стоматологи всего мира отметили свой профессиональный праздник. Малозаметные герои, которые каждый день создают тысячи безупречных улыбок. Наша съемочная группа заглянула в кабинеты отечественных зубных врачей. Жаксебек Сейтпулаев – профессионал с большой буквы. Каждый день стоматолог-ортопед одной из столичных клиник помогает пациентам обрести звездную улыбку. Среди наших пациентов как пожилые люди, так и совсем дети. На проблемы с зубами нельзя смотреть сквозь пальцы. Отсутствие хотя бы одного может серьезно навредить здоровью. Особо я хотел бы отметить кариес. С ним надо бороться на ранних стадиях. Стоматологи предупреждают, если не лечить кариес, это может привести к плачевным последствиям. От неприятного запаха до различных заболеваний желудка, печени и почек. Поэтому не нужно затягивать с визитом к зубному врачу. Маленьким детям рекомендуется посещать стоматолога не менее четырех раз в год. Потому что в раннем возрасте большой риск быстрого развития кариеса. Чтобы уберечь свои зубы, необходимо соблюдать гигиену полости рта и ограничить потребление сладкого. Специалисты подсчитали, на 100 тысяч жителей должно приходиться 40 стоматологов. Но, к сожалению, в нашей стране наблюдается острая нехватка этих медкадров. Особенно это заметно в северных и восточных областях. Поэтому медики предлагают открывать в госучреждениях стом-кабинеты, где каждый желающий может бесплатно пройти обследование и проконсультироваться. Ну, такие вот прописные стоматологические истины не лишним было напомнить. У меня на этом все. В следующем часе выйдут новости с Сурдопереводом. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!